Ежегодно, 15 марта, отмечается Всемирный день прав потребителей. Каким образом строятся взаимоотношения производителей и потребителей в современных реалиях? И кто помогает разрешить спорные ситуации? Об этом в нашем следующем сюжете. Нарушение прав потребителей – одна из самых распространенных проблем в торговле, с которой сталкиваются обычные граждане. Эта проблема стала еще сложнее с развитием онлайн-маркетов. По данным Ассоциации компании интернет-торговли, количество онлайн-покупок в 2023 году увеличилось в полтора раза. 22% от всех заказов составляют покупка электроники и бытовой техники, 17,7% – мебель и товары для дома, 13,9% – одежда и обувь, 13,5% – продукты питания и 7,5% – товары для красоты и здоровья. Но если товар не соответствует требованиям, то даже в случае дистанционного шопинга потребитель имеет полное право его вернуть и получить назад потраченные средства. Так как же быть, если имеешь дело с интернет-магазинами? До получения товара покупатель может отказаться от него в любое время, а вот после – только в течение 7 дней. Если товар не соответствует описанию, его можно вернуть, но продавец может вычесть из возвращаемой стоимости товара расходы на его доставку. Сумму на возврат продавец устанавливает самостоятельно, исходя из расходов на обратную транспортировку товара. Но не все онлайн-магазины добросовестно выполняют эти условия. Из-за этого в последние три года количество обращений в адрес Тверского Роспотребнадзора неуклонно растет. Сотрудники ведомства стараются прийти на помощь, но шансы отстоять права потребителя значительно возрастают, если покупатель не пренебрегает важными нюансами при приобретении товара. Например, сохраняет чеки, проверяет купленные вещи, что называется, не отходя от кассы, не нарушает сроков возврата при выявлении брака.